Итак, друзья, мы с вами подобрались к еще одному видео на проект Десику, где мы разбираем ответы на частые вопросы, которые касаются данного проекта. Я считаю, что это важная информация, поэтому давайте как раз таки с ней разбираться. Так вот, первый вопрос, что же такое Десику? Так вот, Десику будет управлять любой глобальной экосистемой на основе ЕС, при этом предлагая полностью совместимый способ для предприятий выпускать маркеры безопасности и при этом покупателями, маркерами приобретать и торговать этими, собственно, жетонами. Далее, какие проблемы? Решает Десика, то есть Десика решает следующие проблемы для ICO. То есть нет никаких правовых ранок для ICO, то есть не выпускать токены безопасности. Получается, Десика будет действовать с полным юридическим соответствием законодательству государств-членов Европейского Союза. Также в отсутствии ликвидности для ICO после успешной продажи токенов, то есть Десика решит это, используя встроенный обмен, который при этом даст немедленную ликвидность для токенов безопасности, выпущенных через Десика. Также ICO изо всех сил пытаются конвертировать криптоактивные валюты в фиат и лицензии, если электронные деньги позволят Десика юридически выполнять платежные операции и управлять платежными счетами. Следующий вопрос, почему же данный проект уникален? Так вот, Десика уникален, поскольку маркеры безопасности являются следующим мегатендером в криптографическом мире, и при этом Десика возглавит обвинение, став первой в мире платформой для обеспечения соблюдения ICO законности, а также четкими правилами дорожной карты для выпуска токенов безопасности в странах Европейского Союза, ну и также еврозоны государства-членов. Следующий вопрос, как Десика принесет пользу ICO? Есть несколько моментов. Первый – это сбор средств без юридических и нерепутационных рисков, также экономия затраты, быстрое время выхода на рынок, то есть все в одном получается. Также безопасный процесс ICO, также доступ к платформе для була инвесторов Десика и немедленная ликвидность без литинговых расходов на бирже Десика. Следующий вопрос, как же данный проект приносит пользу инвесторам? Это защита инвесторов, как инвестиции в обеспечение безопасности, также то, что здесь проверено на соответствии с трениванием безопасности ICO. Также у них есть дружественный интерфейс, инструменты для инвестиций, также рынок вторичных маркеров безопасности, также бесплатная торговля на бирже Десика, также права китов, так называемые, и скидки на экосистему Десика, и токены для проверки безопасности ICO. И вопрос еще касающийся блокчейна, как Десик поможет данному сообществу. Так вот, одна из самых больших проблем, с которыми в настоящее время сталкивается сообщество блокчейна, это, конечно же, отсутствие правовых различных рамок регулирований. Понятно, что данное отсутствие правового регулирования будет означать то, что многие начинающие проекты на основе блокчейна не могут привлечь средства, и, естественно, многие инвесторы не решаются инвестировать проекты на основе блокчейна, то, что возникает риск, что они будут обманутыми. Когда будет четкая правовая среда и полностью законный метод выдачи токенов, в общем-то, допустим, в государствах с членами ЕС, то получается, что будут новые стандарты для широкого внедрения проектов на основе блокчейна в будущем. Теперь давайте разбирать Десика экосистему. Тут есть тоже несколько важных моментов. Так вот, ключевые компоненты Десика. Что же это такое? Это пять разных компонентов. Первое, то, что платформа краудфандинг для выпуска маркеров безопасности есть. Далее, встроенный обмен. Второе, третье лицензии Европейского Союза, e-money. Далее, глобальное сообщество Десика и полное соблюдение закона. Что же такое платформа Десика краудфандинг? То есть, Десика краудфандинг – это, кажется, таки краудфандинговая платформа, которая, собственно, позволяет, собственно, участвовать в ICO, используя, собственно, данный режим, то есть режим краудфандинга. Что такое обмен Десика? Обмен Десика тоже логично, что это, в общем-то, мгновенный обмен. И, естественно, что, в общем-то, они ему будут пользоваться, что, безусловно, очень важно. Следующий вопрос про лицензию. Ну, здесь у них есть европейская лицензия, так называемые e-money. И, в общем-то, также важно, что у них есть международный банк, что, конечно же, тоже очень важно. Следующий вопрос про лицензию совместимость. Так вот, здесь тоже указано, что у них есть совместимость с европейским Централбанком, что, конечно же, очень и очень важно. Далее разберем вопрос про сообщество Десика. Ну, сообщество Десика – это уже простой момент. То есть, собственно, это команда людей, которые разрабатывали данный проект, данную платформу, выпускали этот токен и которые принимали в этом непосредственное участие. Да, ну и команда Десика, то есть, кто является командой Десика. На самом деле, команду лучше разобрать отдельно, то есть, она есть на главной странице сайта, там можете прочитать про каждого из этих людей, пускай так, что она платформирована в 2015 году, то есть, три года назад, соответственно, и, в общем-то, это уже довольно опытный, как раз таки, коллектив. Следующий вопрос – какой опыт имеет данная команда? Ну, то, что я говорил уже, что у них есть опыт уже четырех лет работы в данной сфере, в сфере блокчейна, да, прежде всего. Ну, и также есть опыт работы в банковской сфере, в финансах, в юридических вопросах, в вопросах маркетинга и так далее. Далее вопрос насчет консультантов. Но, опять-таки, здесь разбирать этих людей не буду, то есть, в принципе, все это можно найти на главной странице сайта, поэтому проще вам зайти туда и все это дело самим прочитать и изучить. Следующий вопрос – про дорожную карту. DESIC, она, опять-таки, здесь та информация, которая, в общем-то, есть на главной страничке, поэтому мы ее обсуждать не будем. Я разбирал дорожную карту, как и токен сейл, собственно говоря, в предыдущем видео, поэтому повторяться не хочется. Вот, поэтому движемся сразу с вами дальше. Следующий этап – это почему DESIC блокчейн базируется в Литве. Ну, дело в том, что Литва – это отличная платформа для краудванинга, отличная платформа для создания, собственно говоря, блокчейна и проведения ICO для сбора средств, естественно, именно поэтому они выбрали, собственно говоря, данную страну. Следующий вопрос – имеет ли DESICA юридическое лицо? Так вот, да, DESICA зарегистрирована во Франции, в Париже, если быть более конкретного, к юридическому фирму, можно сказать. И также можно связаться по электронной почте по данному адресу, если вас что-то заинтересовало. Ну, и, в принципе, если у вас есть какие-либо вопросы, на которых нет ответа на данной странице, то есть, если вам что-то непонятно, то, конечно же, пишите. Я уверен, что создатели данного проекта вам, безусловно, помогут и ответят на все, что вас интересует. Ну, что ж, это был разбор ответов на вопросы проекта DESICA. Это было заключительное видео, которое я в данный момент снимаю про этот проект. Надеюсь, что вам было интересно смотреть всю серию видеороликов, которая посвящена данной площадке. Если она вас заинтересовала, кстати, то переходите, ссылку я оставлю в описании к видеоролику. Тогда всем спасибо за внимание и до скорых встреч уже в новых моих обзорах.